Привет, друзья! Помните, я говорил, что кроме инвестиций занимаюсь еще и другими вещами. К примеру, для наушников программное обеспечение. Для того, чтобы когда ты носил наушник, наушник знал, куда ты смотришь. Вот в эту сторону или в эту сторону. Для многих приложений касательно Augmented Reality это будет просто супер вещь. Потому что телефон у тебя в штанах. Когда ты поворачиваешь голову, оно не поворачивается. То есть получается, что телефон не знает, куда ты смотришь. А наушники, если добавить эту функцию в наушники, тогда будет супер. Наушник будет знать, куда ты смотришь. И в таком случае очень много приложений будут работать просто супер. Другая идея, кроме наушников. Смотрите, очень часто разные люди смотрят на смартфон на разную дистанцию. Кому-то видно вот с такой дистанции, а кому-то видно вот с такой дистанции. Или же мы вынимаем из кармана и смотрим с такой дистанции. Но мы нехорошо видим. Поэтому мы делаем вот так. К примеру. А что если проблема в том, что дисплей не реагирует никак, информация на дисплее не реагирует никак на дистанцию между твоим глазом и самым дисплеем. И получается, что информация с картиной на дисплее статична. Но что будет, если, к примеру, информация на дисплее с помощью вот этих датчиков, программное обеспечение можно будет включить. И у нас получится то, что с помощью этих датчиков будет отслеживаться длина, дистанция между глазом и дисплеем. И информация на дисплее не будет статичной, а будет увеличиваться или уменьшаться касательно вот этой дистанции. Да? К примеру, то есть если я смотрю вот так, или вот так, вот так, или вот так. То есть мне не обязательно уже держать вот так. Мне неудобно держать вот так, да? Мне удобно держать вот так. Но вот информация уже, поскольку программа обеспечена, включена, и с помощью настроек или автоматических каких-нибудь настроек, программа знает, что в таком случае я буду плохо видеть, и увеличивает информацию на экране. Но не вся информация, все, что показывается, а важную информацию будет увеличиваться. Повторю, в таком случае у нас вот эта проблема держать вот так, чтобы видеть, исчезнет. И у нас будет программа, которая будет автоматически увеличивать или уменьшать важную информацию. Так что, думаю, интересная идея, нужно поработать над этим. Вот все. Спасибо. Увидимся.